Друзья, всем привет! Вы слушаете SD-Cast, 119 выпуск, на дворе весна 2020 года. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон, и сегодня у меня в гостях Андрей Старовойт, разработчик WebStorm в компании JetBrains. Андрей, привет! Да, всем привет! Собственно, я Старовойт Андрей, я работаю в компании JetBrains, разрабатываю WebStorm. Работаю уже, наверное, чуть больше шести лет, и на самом деле, наверное, потрогал практически все подсистемы, которые у нас есть, там, JavaScript, TypeScript, самые разные фреймворки. Супер, вот об этом всем мы сегодня как раз и поговорим. Но вначале давай по традиции немножко расскажи, как ты попал в наш славный айтишный мир до JetBrains. Здесь история совсем скучная, то есть я учился сначала в обычной школе, потом в школе с уклоном программирования, потом пошел в университет на математическую специальность, тоже с уклоном в компьютер-сайенс. Ну и после университета поработал в одном месте, поработал в другом месте разработчика, ну и каким-то образом оказался в JetBrains. Понятно. Ну у тебя такой, в общем, традиционный путь, когда ты изначально, словом говоря, там, со школы еще как-то представлял, что вот айти, там, программирование куда-то в эту стезю тебя, так сказать, клонило, тянуло. Да, да, то есть я сразу понимал, что это мне нравится, что это вроде как у меня получается, поэтому я представлял, что даже, наверное, в 10-11 классе, что, ну, наверное, через лет 5 я буду разработчиком где-нибудь. Классно. Слушай, ну, давай попробуем как-то поговорить, да, про WebStorm. Мы на всякий случай скажу для наших слушателей, что в 107 выпуске у меня в гостях были Кирилл Смелов и Максим Кломаков из команды разработки PHPStorm. Твои коллеги, вот, они немножко рассказывали тоже, как у них там устроена разработка. Поэтому мы, наверное, возможно, не будем прям сильно повторяться там в том плане, что WebStorm как бы тоже построен на основной платформе идея, но попробуем немножко сместиться вот именно в особенности именно WebStorm в контексте там каких-то подсистем, о чем вот ты как раз-таки уже упоминал там про поддержку языков, фреймворков и всего вот этого. Ну, давай, наверное, знаешь, для начала, чтобы как-то нам так издалека зайти, попробовать, вот, расскажи, какие, в принципе, есть направления развития WebStorm. То есть это, с одной стороны, насколько я себе представляю, поправь меня, это поддержка новых каких-то стандартов, ну, потому что JavaScript сейчас как бы активно развивается, да, там какие-нибудь новые пропозалы, вот это все-все-все. Вот, с другой стороны, это какие-то популярные языки, которые транспилируются в JS и на которых пишут фронтендеры тот же самый, там, TypeScript и Company. Да, и какие-то, соответственно, как я себе представляю, третий инструмент – это просто уже конечные фреймворки, там, не знаю, React, Vue, вот это все-все-все. Вот как вы у себя это, есть ли какие-то у вас направления, как вы это разделяете, не разделяете? Тут можно сказать, что, да, во-первых, это поддержка стандартов, это вот то, что мы выдуждены и должны делать постоянно, потому что JavaScript развивается, каждый год стандарт обновляется, появляется некоторое количество новых фич. Вторая, скажем так, основная задача, которую мы делаем – это поддержка новых версий TypeScript, потому что сейчас JavaScript мир просто немыслим без TypeScript, он практически везде. TypeScript релизится примерно раз в три месяца, ну и каждый релиз у них появляются какие-то новые синтаксические фичи, какие-то новые типы, которые мы должны поддержать. Это базовая часть, которая, по сути, является поддержкой языков. Если говорить о фреймворках, то тут, наверное, на данный момент нет каких-то таких сверхпопулярных фреймворков, которые мы еще не поддерживаем, разве что Svelte, но для Svelte есть довольно хороший опенсорсный плагин, и мы как раз в следующем релизе хотим помочь автору плагина доделать какие-то вещи, может быть, повысить качество плагина, но свою собственную поддержку мы не хотим Svelte делать, потому что, ну, если уже есть какое-то решение, и оно тем более опенсорсное, то стоит, наверное, его поддерживать. Вот, поэтому относительно фреймворков у нас такое представление, что по-хорошему нужно просто улучшать поддержку экосистемы, которая сейчас существует. То есть, если мы говорим о React, то нам нужно поддержать еще Redux, ну, до какой-то хорошей степени. Если мы говорим о Vue, там есть, соответственно, Nux.js, Vuex и так далее. Кстати, как раз буквально читал в последнем, в одном из последних апдейтов, там была как-то сильно улучшена в Релизноутс поддержка Vuex, что-то такое как раз-таки вот было такое. Да, да, это вот как раз то направление, которого мы сейчас придерживаемся. Вот, и это как раз позволяет просто значительно улучшить поддержку вот в рамках каких-то существующих экосистем. Наверное, в последних релизах мы в Angular ничего такого не делали, потому что вроде как там, опять же, экосистема, она довольно стабильна, то есть, у них нет каких-то мегафреймворков, которые идут в плюс к Angular. Но вот в последнем релизе у них был переход на Ivy, и нам пришлось довольно много сил и времени вложить, чтобы, собственно, поддержать у нас Ivy. Потому что переход на Ivy подразумевает под собой полную переработку того, как работает Angular внутри на уровне компилятора. А поскольку поддержка Angular у нас во многом дублирует то, что делает сам Angular внутри себя, нам пришлось полностью переработать те механизмы, которые у нас были, так, чтобы они соответствовали новому компилятору Ivy. Понятно, да, серьезная наверняка так, кстати, работа. Потому что они там про Ivy, они сколько версий мажорных его там пилили, дотачивали, и даже только вот в девятке, когда он, да, стал официально, так сказать, уже включен по умолчанию, а там несколько мажорных релизов, они все еще, так сказать, его там оттачивали. Хорошо, слушай, ну, я примерно направление понятно, да, давай, наверное, вот ты сказал тоже, что там сейчас уже без TypeScript жить невозможно, как он такой сильно прям вообще везде есть, и даже если ты пишешь, словом говоря, на JS, то наверняка ты какие-нибудь используешь библиотечки, фреймворки, да, которые под капотом написаны на TS, и в любом случае как-то автокомплит и прочие штуки хочется иметь, и, в общем, TypeScript неявно присутствует везде, вот давай как раз-таки ты, когда был там в BackendSecret, про это немножко там порассказывал, давай попробуем еще раз это так пообсудить более, может быть, подробно в таком диалоговом режиме, нежели текстовом. С чем там вообще сложности, как все это, может быть, какой-то ты более шесть лет работаешь, расскажи, как все это начиналось, там, как вот какую-то, может быть, предысторию всего этого. Предысторию всего этого я, наверное, не расскажу, но я могу сказать, что одна из первых задач, которую я делал, придя вот в AppStorm, как разработчик, это была поддержка каких-то новых типов в TypeScript. То есть TypeScript, по-моему, тогда 1.3, а 1.4 зарелизился, и там появился новый тип tuple types. И моя задача была поддержать tuple types VDE, то есть сделать семантическую поддержку, сделать синтаксическую поддержку, ну и сделать так, чтобы вся наша инфраструктура знала об этих типах и умела работать с ними. И с тех пор мало что изменилось. Практически каждый релиз у них выходят какие-то новые синтаксические фичи. Но вот в данный момент, наверное, можно сказать, что TypeScript вышел в такую взрослую стадию, у них есть четкий релизный цикл, они понимают, какие фичи, скорее всего, они будут релизить в ближайшие три месяца и так далее. Вот если взять три года назад, это совсем другая история. Я люблю рассказывать, как Андрелс Халсберг мог просто прийти и залить какую-то мега-сложную фичу буквально там в релиз кэндидат текущей версии TypeScript. Шикарно. Получается, что TypeScript релизится, и у нас нет поддержки этой фичи, потому что она появилась там неделю назад, и о ней никто не знал. Понятно. Слушай, а расскажи немножко, как, в принципе, то же самое, ну, может быть, так грубо, непонятно, что так, кстати, не сильно вдаваясь прямо в конкретные детали, но, тем не менее, процесс интеграции нового типа, условно говоря, что это затрагивает? У тебя же есть из идеи приходит, не знаю, АСТ или еще что-то. Ну, вот какие-то общие такие шаги, просто чтобы немножко понимать, как примерно происходит процесс каких-то таких. Интересно будет послушать просто под капотом, как это. Окей, новый тип. Первое, что мы делаем, мы делаем синтаксическую поддержку этой конструкции. То есть, грубо говоря, надо обучить парсер, который у нас есть, наш собственный парсер TypeScript, понимать эту конструкцию. И это, на самом деле, такая самая базовая задача, без которой ничего другого не получится сделать. Потому что, если парсер не понимает этот тип и не может сказать, что вот здесь вот на самом деле использовал TupleType, а не какой-то другой тип, и DE не будет знать об этом типе ничего. Собственно, после того, как мы реализовали парсинг, мы реализуем у нас некоторую работу с этим типом, подразумевая то, как этот тип взаимодействует с другими типами. То есть, это всё описывается в виде некоторых отношений, типа, присваивается ли этот тип в какой-то другой тип, и присваивается ли другой тип в этот тип. В случае, допустим, опять же, вернёмся к TupleType. Понятно, что TupleType можно присвоить в массив. Это довольно ожидаемое поведение. Но в TupleType массив присвоить нельзя. Потому что это ломает логику о TupleType. Ну и то же самое для некоторых других типов. В случае TypeScript вообще есть довольно интересный факт. Ну, это даже вполне ожидаемое поведение, если мы знаем, что TypeScript использует не номинативную, а структурную типизацию. А может мне что-то рассказать, что одно значит, что типизация вторая для тех, кто не в курсе? Ну, номинативная подразумевает, что... Ну, очень просто. Что если у тебя есть два разных класса, неважно, какие в них определены методы и поля, они всегда будут разными сущностями. Если мы говорим о структурной типизации, то если у нас есть два разных класса, у которых одинаковые поля и методы, они будут одной и той же структурой для TypeScript, и TypeScript разрешит присваивать один класс в другой. Понятно. Окей. Вот. И, собственно, для всех типов, по факту, последняя инстанция сравнения, это вот мы просто берем все свойства, которые есть в этом типе, берем все свойства в другом типе и сравниваем их просто один к одному, пытаясь понять, присваивается один тип в другой или нет. И на самом деле это самая медленная операция, потому что нужно сходить в тип, поднять все его свойства. Если это массив, их может быть довольно много. Если это какие-то библиотечные типы, вроде jQuery, это может быть еще больше. Ну, понятно, да. Поэтому там вокруг этого написано огромное количество самых разных оптимизаций, чтобы в итоге не делать этого. пытаться обойти эту проверку на уровне структуры. Так, хорошо. Еще про TypeScript. Я не знаю, вообще, известен ли этот факт относительно того, как это работает в AppStorm. В AppStorm, кроме того, что мы реализуем вот такую поддержку семантики языка, у нас есть еще интеграция с TypeScript сервисом. TypeScript сервис, по факту, это просто TypeScript компилятор, который умеет крутиться как сервис и отдавать тебе информацию об ошибках конкретных файлов. То есть IDE при открытии TypeScript файла запускает TypeScript сервис и начинает с ним общаться на тему того, какие ошибки вот в данном открытом файле. Этот сервис, он, условно говоря, просто анализирует файл, условно говоря, пытается его понять и уже просто сам выдает, что же в нем не так, а вы просто это, условно говоря, ловите и уже как бы предоставляете там поиск какой-то фидбэк обратный. Да, да, именно так. Это было сделано во многом, потому что если брать, допустим, Java, Java релизится редко. И поэтому вполне логично, что там за эти несколько лет, когда делается новая версия Java, мы можем поддержать несколько уровней компиляции Java. Java 7, Java 8, Java 9 и так далее. Если говорить про TypeScript, мы не можем поддерживать все версии вот так вот один к одному, потому что их просто бесконечное количество за год, и их выходит как минимум 4, чаще больше. Если говорить про ситуацию 3 года назад, то их, по-моему, до 6 в год выходило. И поддерживать все возможные соотношения между вот этими ошибками, которые есть в одних версиях и нет в других версиях, это работа, которую просто невозможно выполнять, ну, тем количеством людей, которые есть у нас. Поэтому вы, говорю, решили переложить эту часть как бы непосредственно на сам язык, на тот версию, которая у тебя стоит и которая используется, условно говоря. Да, да, именно так, что на уровне подсветки ошибок мы используем TypeScript Service, на уровне поддержки семантики языка в IDE мы используем нашу внутреннюю логику. То есть практически все рефакторинги, которые можно выполнять в IDE, включая там автоимпорты, включая там какие-нибудь рефакторинги вроде Move, ну и все остальные бесконечное количество рефакторингов, они делаются на основе семантики, которая выводится именно через парсер IDE. А вот подсветка ошибок и completion они представляются из сервиса. Слушай, а расскажи немножко, вот может быть еще раз, знаешь, что интересно, вот с одной стороны есть как бы вся мощь там у вас за спиной идеи, как платформа, да, в которой тоже там есть какие-то штуки и по рефакторингу, по там, не знаю, там, completion и прочим штукам, с другой стороны есть ваша специфика, вот тот самый, то есть парсинг, он на вашей стороне, именно как веб-шторма. Мне вот можешь немножко рассказать, как, где происходит вот эта вот интеграция, да, с основной платформой, как, условно говоря, интересно, фичи, которые специфичны для вас, как они интегрируются в единую платформу и друг друга дополняются тем самым, чтобы вот, ну, с одной стороны, чтобы не делать все у себя, как бы с нуля, да, потому что хочется за you, с другой стороны, как бы идея, она не знает специфики того же, всего там, то есть просто вы, как бы у вас есть некий единый стандарт, там, не знаю, АСТ, который в итоге, когда ты разобрал, неважно какой язык, и уже там идея умеет с ним, так сказать, на лету работать, либо все же вот, ну, вот какие-то интеграционные моменты с платформой интересно послушать. Во-первых, идея предоставляет некоторую базовую реализацию, платформа идеи предоставляет базовую реализацию некоторых фич, условно говоря, автокомплишен, какие-то очень простые вещи, связанные с манипуляцией деревьями, что еще, ну, понятно, редактор, подсветка редактора, реализуется это просто за счет того, что тот же наш парсер, который выдает какие-то элементы в итоге, эти элементы имеют интерфейс, который определен в платформе. И поэтому, если в платформе приходит какой-то элемент дерева, ну, на самом деле, мы обычно работаем не на основе AST, а на основе некоторого программного интерфейса поверх AST. Мы его называем PSI, Program Startup Interface. Собственно, если в платформе приходит некоторый интерфейс PSI, он понимает, что это какой-то элемент внутри дерева, ну, и, собственно, он может работать с ним соответствующим образом. Ну, я к тому, что как раз у вас выработан вот этот некий интерфейс из соглашения, ну, собственно, интерфейс, контракт, и как бы не важно, что у тебя с одной стороны, если ты представляешь с этим интерфейсом, как бы, да, там, нода, узел, не знаю, деревья целиком, то основная платформа уже с ним понимает, неважно, так сказать, что там оно под капотом, понимает, какие в нем есть свойства, методы, и как с этим можно взаимодействовать. Да, вот, собственно, это примерно таким образом выглядит, что есть какой-то набор интерфейсов, который лежит в платформе, и поскольку мы у себя эти интерфейсы реализуем, если мы передаем управление платформой, она может проводить какие-то манипуляции. Интересная история еще про какие-то специфичные фичи про IDE, потому что иногда мы делаем фичи внутри маленькой IDE, понимаем, что это очень крутая фича, и часть реализации, именно вот какая-то базовая реализация, отделенная от конкретного языка, мы переносим в платформу, понимая, что этой фичей может захотеть воспользоваться кто-то еще. А можешь привести парочку таких каких-то примеров, вот что такого могло было быть или было на твоей памяти? Опять же, из моей практики изначально такая фича, как Post-Vic Comprition, был реализован как Java-специфик плагин. Ты знаешь? Окей, надо в любом случае рассказать, что такое Post-Vic Comprition. Post-Vic Comprition это когда ты можешь написать какое-то выражение, допустим, строчку, потом нажать точка и в Comprition выбрать не элемент, не метод, не свойство, а специальный темплейт, который каким-то образом обработает эту конструкцию. В случае JavaScript, например, можно написать строчка точка лог и эта конструкция превратится в консоль точка лог это выражение. Интересно. Вот, эта фича изначально была реализована как Java-плагин, мы поняли, что это очень круто и потом перетащили это платформу, то есть реализовали некоторые платформы механизмы работы с этими темплейтами, была базовая имплементация в Java и постепенно остальные языки тоже добавили себе данную функциональность. Понятно. Других вариантов я не помню. Я точно помню еще был такой кейс, когда мы решили, что довольно клево показывать квик-ксы прямо в сообщениях об ошибках, то есть мы показываем сообщение об ошибке, есть кнопочка исправить эту ошибку. Да, да, да. Собственно, изначально это реализовывалось прямо в платформе, но включено это было только в AppStorm. То есть у нас это был некоторый эксперимент, то есть мы были не уверены, что пользователи хотят это видеть, потому что это какая-то доп-информация. Собственно, мы это включили в AppStorm, мы не получили вообще никакого негативного фидбэка и спустя какое-то время мы решили, что тогда надо включать это вообще везде. Ну, мне, кстати, нравится и кажется приятно и удобно, то есть как бы вот у тебя ошибка, вот у тебя сразу, чувак, давай прямо сейчас здесь, не отходя от кассы, быстренько это исправим, ну вот, по-моему, логично. Слушай, вот тут, кстати, напрашивается такой тоже вопрос, я там спрашивал у ребят в PHP-шторми, ну и у тебя тоже спрашиваю, интересно, как вы собираете вот статистику по каким-то фичам, да, потому что что-то используется, что-то не используется, где-то ты говоришь, что-то есть, там нет негативного фидбэка, и есть ли у вас какие-то мысли по вот анализу всего этого, да, вот, насколько я понял, там в рамках всей компании JetBrains там такого нет, и как бы каждая команда там продуктовая, она как-то пытается решать, анализировать вот эти штуки своими силами, да, то есть вот внедрение каких-то фич, да, клево, попробовали, не попробовали, удобно, неудобно, но интересно, и есть ли какие-то мысли по дальнейшему развитию, потому что вот это, ну, анализы этих данных собранных, чтобы немножко лучше понимать, что делать, не делать, ну, как-то оптимизировать немножко свою работу, потому что я прекрасно понимаю, что бывают случаи, когда ты думаешь, блин, классная штука, потрать, давай попробуем сделать, сделали, потом такие хоп, а и никто не пользуется этим, блин, обидно, да, вот расскажи что-нибудь вот на эту тему. У нас есть несколько платформенных механизмов, которые предоставляют прямо базовое логирование того, что пользователь выполняет какие-то действия. Понятно, что это делается не везде, это делается, я точно не помню, возможно, это делается только в EAP, но в любом случае там у пользователя будет окошко, что хотите вы посылать статистику, нет. Ну, это же есть даже в релизных версиях, там типа send anonymous usage data, вот эта штука, галочка, так сказать, она там что-то собирает. После этого начинает собирается статистика и эта статистика совершенно разная, начиная от того, как я уже сказал, какие действия выполняет пользователь, действия в плане терминологии IDE, то есть, допустим, действия перемещения каретки, действия выделения слова с помощью шортката и так далее. То есть, все те вещи, которые можно по сути найти через find action шорткат. и это уже дает довольно много информации о том, что, допустим, вот данная фича используется людьми или не используется. Поэтому для нас просто драматическая статистика, что квик-вексы, то есть, одна из совсем базовых вещей IDE использует там очень маленький процент людей, процентов 30, по-моему. То есть, это прямо вещь, которая убивает нас. То есть, мы вкладываем в это столько сил и времени и только 20-30 процентов людей используют это. Хотя, это вещь, без которой ты просто не представляешь IDE, потому что она исправляет за тебя твои ошибки. Слушай, а расскажи какие-нибудь еще вот такие интересные именно штуки, когда там что-то сделали, оно не зашло, либо наоборот что-то кажется, что вроде нет, а оно зашло. Вот какие-то такие примеры интересные. опять же, про нашу специфику. Было огромное количество людей, которые приходили к нам и кричали, что мы хотим поддержку пост-CSS. Мы сделали в AppStorm поддержку пост-CSS и ей пользуется очень мало людей сейчас. Слушай, пост-CSS это же как бы что, но ты его подключил и забыл, собственно говоря, он сам под капотом что-то у тебя где-то делает кто-то... В случае пост-CSS это плагин, который нужно доставить, поэтому у нас есть четкая статистика того, сколько людей его поставило и пользуются им. Их очень мало. Понятно. И это опять же показывает, что не всегда нужно слушать пользователей в плане того, что может быть там очень мало, но очень активных пользователей, которые будут приходить и кричать, что вот мы хотим эту фичу и не можем без нее жить. А по факту эта фича оказывается нужна я не знаю двум процентам пользователей веб-шторма. То есть это какие-то числа, которые совсем-совсем маленькие. Ну это, кстати, такая мне кажется типичная штука, когда есть мало, но очень активных пользователей, которые пришли, они везде трубят в твиттере, везде о, вот там веб-шторме нет поддержки того-сего. И сложно их отличить от того ну и понять, как бы, да, заранее спрогнозировать, скажем так, действительно ли эта штука настолько будет там востребована. А вот сил она может в итоге, ну, на нее может уйти довольно-таки много, я так понимаю, на какие-то такие штуки. Да, да, поэтому мы чаще всего руководствуемся не только количеством там людей, которые пришли и проголосовали за определенную фичу, но и некоторым здравым смыслом. То есть понимаем, что это, ну, возможно, к нам пришли и проголосовали за эту технологию, но эта технология пока не очень популярна. И поэтому вкладывать наши силы и наше время в эту технологию пока не оправдан. Тут есть интересный пример. Опять же, одна из первых задач, по-моему, там, совсем первая, которую я делал, когда пришел в WebStorm, это была поддержка такого фреймворка, как Meteor. Ну, когда-то он... Ты когда-нибудь слышишь? Да, я даже пробовал, ну, в смысле, сама идея у него мне понравилась, я думаю, блин, надо попробовать, но мне кажется, как-то не прижилось, и он очень быстро так ушел на нет, сейчас про него даже никто и не вспомнит, наверное. Да, да, именно так, что в тот момент, по-моему, даже сейчас, если посмотреть наш трекер, по статистике закрытых тасков, Meteor это одна из самых заводченных фич. и вот прошло, ну, условно говоря, пять лет, и об этом фреймворке уже никто не помнит и никто его не использует. Ну, может использует, но скорее в плане поддержки каких-то проектов, которые изначально были начаны с использованием Meteor, а сейчас никто не станет делать новый проект, используя Meteor, потому что есть куда более надежные альтернативы. Ну, да, да, да. Потому что Meteor это такая магическая коробка, то есть она делает клевую вещь, но совершенно непонятно, как она ее делает, и поэтому, когда абстракции начинают протекать, ты совершенно не представляешь, что с этим делать. Да, да, было такое дело. Слушай, а расскажи, вы не пробовали как-то, вот интересно, как вы, условно говоря, понимаете, какие там фреймворки, технологии действительно становятся очень популярны, и что их там стоит как-то более специфично поддержать. то есть понятно, что там просто поддержка JS, как бы неважно, если у тебя код на JS, вот он-то и есть, и все поддержит. Но ведь какие-то специфичные штуки, вот тот же самый, например, там из недавнего там в UX, да, как бы, ну, как бы JS, он и в Африке JS, но есть у него особенности, да, там вот этот commit messages, commit, так сказать, actions, это штука, которая уже как бы просто на уровне языка не распарсится, ее надо именно специфично понимать и анализировать, да, вот как, может быть, вы собираете там статистику, не знаю, по NodeModules, чтобы просто понимать, как, сколько там установок зависимости, как часто она используется, может быть, вы используете анализ там статистики с NPM, условно говоря, там количество скачиваний пакетов, ну, вот интересно, вот такие штуки как происходят. Да, мы смотрим на самом деле все эти метрики, то есть у нас есть наша встроенная статистика, которая отсылает информацию по пакетам в пакетже Sony, но там за счет ограничения лицензии, ограничения закона, мы не можем отсылать информацию о пакетах, которые мы не знаем, поэтому у нас, условно говоря, это работает на основании какого-то списка пакетов, которые мы знаем, если они стоят у пользователя, то мы отсылаем информацию об этом. Это все вот этот GDPR вот из-за этой всей фигни, да, или из-за чего? Я точно не знаю, но, в общем, реализовано это таким образом. Да, и, собственно, когда мы начали вдебательно смотреть эту статистику, мы увидели довольно удивившие нас вещи. Допустим, когда мы первый раз, ну, то есть у нас всегда было представление, что идет примерно так, то есть у нас есть React, у нас есть Angular, у нас есть Vue, который чуть пониже всех них. Оказалось, что в WebStorm количество пользователей Vue больше, чем количество пользователей Angular. Это для нас была просто очень неожиданная статистика, и мы такие, блин, нам что, нужно тратить тогда больше времени на Vue, чем на Angular. Вот, и поэтому мы пересмотрели какие-то наши внутренние приоритеты. Сейчас для Vue мы делаем как раз очень-очень много всего. Ну, все равно, насколько я понимаю, как бы вот по популярности, то есть, ну, React на первом месте, да, сейчас на втором Vue, и Angular на третьем, а уже дальше там какие-то мелочевки, все идет ниже, скажем так. Да-да, примерно так. Ну, понятно, что лет пять назад это было не так очевидно. То есть, Vue я даже не уверен, что лет пять назад уже появился, возможно, его еще не было. Ну, я что-то тоже не вспомнил. Но было понятно, что за React и за Angular стоят большие компании, что это Enterprise, ну, по крайней мере, Angular – это Enterprise проект, который, скорее всего, будет очень долго жить, поэтому мы изначально понимали, что Angular – это то, что мы должны поддерживать, причем на очень высоком уровне. С React просто было видно, что он становится все популярнее, популярнее и популярнее, и поэтому мы больше и больше и больше вкладывали силу в поддержку React. Слушай, а расскажи, сколько у вас в целом вообще команда сейчас разработчиков именно WebStorm, сколько человек работает именно над WebStorm в качестве программистов, ну, и кто там у вас еще есть, как бы там, не знаю, тестировщики отдельные, там какие-то менеджеры, ну, вот как устроена разработка немножко вот про эту часть? У нас семь разработчиков, кроме разработчиков у нас есть product manager, менеджер, собственно, это Катя Пригара, она по сути определяет стратегию и тактику развития продукта, то есть как раз если есть какая-то технология, которую, возможно, стоит поддержать, мы как раз обсуждаем все такие вещи всегда с ней. У нас есть product marketing manager, кроме этого, который занимается в основном ивентами и разными статьями в разных ресурсах. У нас есть три тестировщика, по-моему. Ты не уверен? Интересно. Это тестировщики, в смысле, именно отдельные какие-то, там что-то, ну, ручные, не ручные, автоматизация или что, какого рода? Это именно ручные тестировщики. Ну, понятно, что у этих тестировщиков довольно специфичные навыки должны быть, они должны уметь программировать, понимать, как работает веб и так далее. Понятно, что кроме тестировщиков у нас есть еще просто бесконечное количество тестов на самые разные вещи. Еще есть человек, который занимается документацией, то есть у нас можно зайти на сайт и почитать документацию по веб-шторму, там есть очень-очень много информации о том, как, что, какие фичи работают. Это просто какая-то титаническая работа. Ну, да, непростая, тем более, если есть сколько фич, то это как бы, которые постоянно появляются. Слушай, а для примера вот как бы сравнить просто количество разработчиков веб-шторма с какими-то другими командами, там, не знаю, PyCharm, RabiMine, Goland, да, вот, просто чтобы понимать как-то больше, меньше, либо примерно так по-разному что-то. Ну, я бы сказал, что примерно одинаково, то есть во всех командах от пяти до десяти разработчиков, то есть в каких-то больше, в каких-то меньше. У меня вот записана статистика, что в PHP-шторме десять разработчиков пропустил. Ну, понятно. Если говорить про PyCharm, там интересная ситуация, у них есть две команды разработки, одна занимается базовыми фичами, PyCharm, а вторая занимается Data Science вещами. Понятно, что там есть некоторые пересечения, но вот там есть выделенная команда, которая занимается Data Science. О, интересно. Ну, это просто потому, что Python довольно популярен с точки зрения машин-лёнинга, вот этих всех библиотек, специфики, скажем так, которые там. Ясно. Слушай, а на чем вы, расскажи, на чем вы пишете Java, Kotlin, вот немножко про такую внутреннюю вашу кухню. Тут сложно. Политический вопрос. Скажем так, если мы пишем какие-то новые вещи, мы всегда используем Kotlin. То есть, если мы там решили написать какой-то новый плагин, мы выберем Kotlin. И сейчас в View, Angular, хотя насчет Angular я не уверен, там, часть на Java, часть на Kotlin, там, какие-то бессорсные плагины вроде TestLint, все они написаны на Kotlin. Если говорить про наши внутренние репозитории, то там есть разные вещи, связанные с предпочтениями людей. Кому-то больше нравится Kotlin, поэтому он больше пишет на Kotlin. Кому-то больше нравится Java, и он больше пишет на Java. Если говорить совсем специфично про поддержку JavaScript и TypeScript, то есть, базовую языковую поддержку, то в основном она вся написана на Java, и пока дописывается на Java. То есть, у нас пока нет цели переписать это все на Kotlin или начать писать новые вещи на Kotlin, потому что все-таки удобнее, когда у тебя связанные вещи, они на одном языке, у тебя меньше переключения контекста. Ну, логично, логично. Слушай, а вот интересно просто, ты сказал, то есть, у вас такая, в принципе, демократия, у вас там семь разработчиков, просто интересно, как бы, под предпочтением и каких-то жестких требований, ну, я имею в виду таких там политических, типа, все пишем там на Kotlin нет, да, но и в то же время, вот видишь, как бы, интересно, как вы, вот там, давай запилим новую, надо запилить новую фичу, там, так, на чем будем писать? Слушай, ну, что-то Kotlin, я что-то сегодня проснулся, нет, наверное, на Java, подожди, ты что, второй там, давай на Kotlin, вот интересно, как вы принимаете решение, потому что, и в этом контексте же, знаешь, интересно, есть ли у вас в команде какие-то зоны ответственности, либо вы все пишете все, то есть, да, вот как устроена разработка именно в команде, расскажи немножко. Ну, смотри, в разработках в команде у нас есть зона ответственности, допустим, у нас есть человек, который занимается Vue и Angular, это один и тот же человек, что удивительно, и он предпочитает писать на Kotlin, но поскольку это отдельные плагины, поэтому никаких проблем с этим нет. У нас есть человек, который отвечает за поддержку Node.js, ему больше нравится писать на Java. Опять же, Node.js отдельный плагин, и поэтому никаких проблем нет, ему нравится пока писать на Java, он пишет пока на Java. То есть, пока политического решения все писать на Kotlin у нас нет, поэтому демократия. Если говорить про JavaScript, TypeScript, там уже есть довольно сильное пересечение ответственности, потому что та же поддержка React, она довольно сильно сейчас встроена в поддержку JavaScript, потому что по факту React это некоторое расширение прямо языка JavaScript, и это сложно реализовать прямо в виде какого-то отдельного плагина. Кроме этого, часть поддержки React используют наработки, которые были сделаны еще во времена как это называлось-то? ECMAScript 4.x. спецификации. И тогда это было просто частью языка JavaScript, но ожидалось, что это станет частью языка JavaScript, и поэтому оно все делалось прямо в модуле JavaScript и внутри JavaScript поддержки. И вот в плане JavaScript и TypeScript, там как раз такая ситуация, что по настроению. То есть, нет никаких четких правил, если тебе захотелось добавить новый класс и написать его на Kotlin, нет проблем. Какие-то старые вещи мы не конвертируем в Kotlin в JavaScript, но опять же, это скорее потому, что никто не хотел так делать у нас. В платформе, допустим, ситуация другая, там есть ярые сторонники Kotlin, которые просто приходят и все подряд начинают конвертировать в Kotlin. Но я бы не сказал, что это прямо сильно кого-то напрягает, но конвертон класс Kotlin. Ну ладно, будем жить с Kotlin. То есть, ничего страшного в этом нет. Понятно. Но тем не менее, в принципе, у вас все равно все ребята в команде в принципе, ну, как бы 100% умеют читать Java и Kotlin, да, а уже писать, ну, в большей степени кто-то на чем-то как-то. Да, да, конечно. Учитывая, что мы занимаемся поддержкой какого-то другого языка и вообще у нас много языковых поддержек, у нас, я бы не сказал, что для нас сложно выучить новый язык программирования. То есть, для нас это очень естественно, изучать новые языки программирования. И поэтому мы все понимаем, читаем Kotlin, пишем на Kotlin вообще без всяких проблем. Как я уже сказал, довольно много вещей в платформе уже просто взяли и переписали на Kotlin. И хочешь, не хочешь, тебе все равно с ним приходится работать. Понятно. Если говорить про мои предпочтения, то, опять же, внутри JavaScript я пишу на Java, потому что просто так удобнее, меньше переключения контекста. Если говорить про какие-то новые вещи, все их я пишу на Kotlin, потому что на Kotlin удобнее писать просто. А расскажи, ты, твоя зона ответственности в разработке, я услышал отдельные люди за какие-то фреймворки, а непосредственно вот твоя, расскажи, где, в чем заключается. Это очень сложно. У меня она очень размыта. Я бы сказал, что это какие-то вещи, связанные JavaScript, TypeScript, плюс React. То есть поддержку React сейчас практически только я, наверное, делаю. Ну и JavaScript, TypeScript, поскольку это очень большие подсистемы, у нас несколько человек занимается JavaScript и TypeScript. плюс есть несколько фреймворков, которые я когда-то давно написал, и они требуют мелкой поддержки время от времени. Допустим, тот же Meteor. То есть если мы сделали какой-то новый API и нужно промигрировать все старые фреймворки, я иду и мигрирую там Meteor, FontGap, что там у меня еще было, Yoman. Оу. Да, было когда-то такие слова, давно забытые уже. Хотя, мне кажется... сейчас их почти никто не использует, разве что у FontGap и Cardo есть некоторое количество пользователей. Во многом, мне кажется, из-за Yoman, хотя я считал статистику и оказывалось, что нет. Прямо много пользователей как таковой Cardo есть. Понятно. Слушай, а расскажи вот твое такое, кстати, интересно, про процесс поддержки новых фич, JavaScript, ну там, не знаю, вы там смотрите, следите за совещаниями TC39, что они там придумывают, вы как-то участвуете, тоже там что-то обсуждаете и вообще есть какое-то взаимодействие, ну, например, это один вопрос, а второй, есть какое-то взаимодействие в том плане, что ну вот какая-то новая фича, а как она, чего, надо пойти там с кем-то пообщаться с тем, оно там планирует развиваться, то есть как бы вот какая-то такое более глубокая, ну, в первую очередь социальная такая интеграция с авторами там каких-то идей новых, вот что-то такое, есть какая-то активность? Ну вот конкретно у нас, наверное, такого нет. Я бы сказал, что в плане, допустим, новых фич JavaScript, там все довольно очевидно, то есть там есть несколько стейдж, которые проходят фича, ну да-да-да-да. И в тот момент, когда она доходит до нормальной стейдж, у нее уже есть более-менее адвокатная спецификация, и ты можешь просто взять эту спецификацию и реализовать эту фичу у нас прямо по спецификации. С TypeScript, я бы сказал, что мы чаще туда приходим репортить какие-то баги, потому что у них спецификации нет, и все исходит из здравого смысла. Если мы видим, что какое-то поведение скорее всего неправильное, то мы придем и припортим им баг. Но вот в плане какого-то развития тоже, наверное, у нас никто не принимает прямо такого явного участия. Ясно. Просто, если проводить аналогию с PHP, Storm, то там есть Никита Попов, который сейчас работает в JetBrains, и ребята рассказывают, что они прямо приходят к Никите, Никита, слушай, а вот как? Ну, это, собственно, core-разработчик PHP, и как тут чего, и вот есть, мы там обсуждали тоже как раз-таки, знаешь, про становление процесса там RFC-шек, ну, PHP-шных, PPSR-ов, вот это все. Здесь вот видишь, что ты говоришь, что довольно-таки хорошо, что в JS-е немножко тоже это вот в какой-то момент, ну, созрела немножко, скажем так, да, экосистема, и уже вот эти пропозалы, конкретные стейджи, примерно понятно, в какую стейдж, когда он переходит на следующую, что у него уже есть более-менее адекватная спецификация, которую как бы, ну, можно легко, понятно прочитать и в конечном итоге реализовать. Вот. Да, там более сложная вещь, это когда фича не дошла до нормальной стейджи, у нее появилось какое-то первое драфтовое описание, и внезапно оказывается несколько бабель плагинов, которые делают примерно то же самое, но разными способами. И к нам приходят пользователи и говорят, что поддержите эту фичу, есть несколько реализаций того, как она может работать. И мы такие, ну, видимо, нет пока. Слушай, ну, это, опять-таки, тут вы руководствуетесь, по сути, вот именно здравым смыслом, что действительно, если оно там еще драфт, как бы, нет, но если, может быть, это легко поддержать, то, наверное, можно попробовать, да, если это там не затрагивает много сил, а если это как-то тяжело, сложно, непонятно, то, наверное, особо не имеет на ранних стадиях добавлять поддержку каких-то штук. Ну, если мы говорим про языковые фичи, чаще всего это вещи, которые требуют вложения сил и времени, причем довольно большого. Неважно, что это совсем какая-то мелкая вещь, на первый взгляд, там, добавить вопросик в JavaScript, чтобы можно писать а вопросик точка что-то, вроде как мелочь, но требует огромного количества времени на то, чтобы семантически поддержать эту вещь. слушай, ну, а расскажи еще, вот ты уже гораздо-таки упоминал, что там вы там пишете на разных языках и поддерживать разные там другие новые языки особой сложности нет, но все равно интересно всегда спросить у человека, когда ты, так сказать, сам код непосредственно, который ты пишешь, это там Java-Cotlin, да, но в конечном итоге функционал, конечный функционал твоего приложения это код на JavaScript, TypeScript, да, интересно послушать, во-первых, твое отношение, в принципе, к JavaScript, как к языку, как, не знаю, к системе, и второе, как, собственно, ты переключаешь эти контексты или насколько тебе это там легко, сложно, ну, то есть, все-таки есть специфика у языков, как ни крути, да, согласись, что идеология программирования на конкретном языке, ну, разработки, да, она все же отличается, да, то есть, вот, ну, есть какие-то общепринятые, там, не знаю, подходы, концепции, скажем так, понятно, что там какое-нибудь, там, не знаю, наследование, оно и в Африке наследование, или там, не знаю, алгоритмы, там, синтаксис, там, не знаю, циклы и все прочее, но вот более концептуально, как принято делать, и вот насколько тебе, по твоим ощущениям, это легко, сложно переключать контекст, хочется, не хочется, вот, поделись своими ощущениями? Ну, тут, наверное, есть несколько вещей, и первая вещь, это, условно говоря, привычка того, что ты привык какие-то конструкции писать таким образом в Java, и ты это можешь проецировать на JavaScript, то есть, начинать писать Java-овский код в JavaScript. Но, на самом деле, та же самая проблема с Kotlin, то есть, нельзя просто взять Java-овский код и написать его в Kotlin, потому что, скорее всего, часть вещей нужно писать по-другому, поэтому такое несоответствие языков иногда сбивает с толку, но через какое-то количество времени ты привыкаешь, то есть, ты, о, ошибка, но я знаю, почему она произошла, просто я дурак, написал неправильно. В этом плане, мой любимый пример, я его тоже, JSUnderClub, приводил, про Fat Arrow и Thin Arrow в Java и, соответственно, в JavaScript. вроде как они означают примерно одно и то же, но пишутся по-разному. Допустим, я каждый раз путаю, и вот то, что у нас есть QFIX, который это исправляет, мне очень нравится, и то, что мы умеем парсить и ту, и другую конструкцию и предлагать пользователю правильную, я считаю, это очень-очень хорошо, особенно для тех людей, которые постоянно переключают контексты между языками. Если говорить про отношение к JavaScript как к языку, как к таковому, мне очень нравится JavaScript, он очень гибкий. Если мне нужно накидать какой-то простой код, протестировать что-то, что-то сгенерировать, я чаще всего выбираю для этого JavaScript, а не Java и не Kotlin, как раз из-за гибкости и простоты. Если говорить про TypeScript, TypeScript мне нравится еще больше. в TypeScript, у TypeScript мне очень нравится философия команды TypeScript, что они стараются не лезть в JavaScript, а развивать типовую систему поверх JavaScript. И это получается просто такая красивая абстракция поверх JavaScript. Наблюдать ее просто интересно, что вот они взяли и развивают эту штуку в одну сторону, в другую сторону. тут добавили поддержку еще каких-то типов, расширив возможный скоп, поддерживаем типов. Это просто интересно и красиво. Слушай, ну, все равно, чтобы то же самое, если ты занимаешься поддержкой Angular, чтобы его нормально поддерживать, тебе надо хорошо разбираться в Angular, условно говоря, не знаю, во Vue, React, подставьте ваш любимый фреймворк. интересно, как вы в себе это дело развиваете. Ну, то есть, в моем понимании, просто полезно прочитать документацию по тому же Angular, ну, как бы этого мало. Надо ли его пощупать вживую, понять, как действительно обычно используются сервисы, как обычно люди DIY делают. Вот интересно, вы как-то что-то просто, чтобы эти навыки, знания получить, опыт, на опыте, на своем, вы что-то просто пишете там для себя, как ты там для себя решаешь эти, или как, может быть, знаешь, как ребята у вас там, кто автор поддержки Vue там или React, решает эти вопросы. Ну, тут каждый решает эти вопросы по-своему. Ну, это понятно, Насколько я знаю, автор поддержки Angular, ну, человек, который занимается сейчас поддержкой Angular, у него есть какой-то свой проект на Angular про Vue я не уверен, как он закрывает вопрос с Angular, у него, по крайней мере, был какой-то свой проект на Angular. Если говорить про меня, то я довольно часто делаю какие-то мелкие проекты, и, как я уже говорил, чаще всего я использую для этого JavaScript. И каждый раз, когда я выбираю JavaScript и пишу что-то на JavaScript, я матерюсь, потому что, господи, почему поддержка не делает вот этого. И у меня по выходу от каждого из этих мелких проектов, там, я не знаю, 5-10 issue, которые нужно закрыть, потому что, на мой взгляд, это базовые вещи, без которых просто невозможно работать. Но как-то пользователи живут и работают. И это меня удивляет. То есть, причем это совсем базовые вещи, вроде автокомплишена в строчках. это такая вещь, вроде как, которая не является первой необходимостью, потому что, ну, напишешь сам эту вещь. Поэтому к нам не приходят пользователи. Но когда ты пользуешься IDE, и ты понимаешь, что IDE на самом деле знает, какой тип вот в этой строчке должен быть и может заполнить его правильно, тогда тебя это начинает бесить, что вроде как мы обладаем всей этой информацией, но почему-то не подсказываем пользователей. И таких вот моментов, когда я сам пишу на JavaScript, огромное количество. И поэтому в итоге я получаю список каких-то вещей, которые нужно делать, ну и там в ближайшем релизе доделываю. Ну и то же самое касается React. То есть, время от времени мне приходится делать React-овые проекты, и тогда я там пробую React с какой-то новой технологией. React с TypeScript, React с Redux, React с чем-то еще. Слушай, а расскажи, используется, вот если у вас там, не знаю, какая-то статистика по каким-то JS. Сейчас же, ну, очень популярна тема вот это написание там React Native, ну то есть, когда вроде как на JS, но пишут не по две, а по всякие там мобильные платформы, вот это все, да, там был там Native Script, еще что-то, то есть, это JS, но который такой, какой-то специфичный для там мобильных платформ. Вот с этой точки зрения у вас есть какая-то специфика, или это, в принципе, все в одну кучу, там ничем не отличается там поддержка Angular, Vue и там, не знаю, React Native с этой точки зрения? Ну, если говорить конкретно про React Native, для поддержки React Native мы не сделали практически ничего, потому что, ну, это просто React, и там все работает из коробки, ну, почти все работает из коробки, просто с использованием нашей текущей поддержки React, разве что совсем специфичные React Native вещи пришлось, ну, как-то поддержать. Допустим, поддержку дополнительных экстеншенов, типа .ios.js, .android.js, вот такие вот вещи, но это совсем мелочь, вот, а так оно все просто работает. То же самое с Ionic, Ionic просто является TypeScript приложением поверх Angular, ну, это совсем нормальная вещь, и оно просто работает из коробки. Понятно, понятно. Слушай, а знаешь, чем мы еще вот не обсудили, знаешь, какую штуку интеграцию разных инструментов, типа там, не знаю, ESLint, да, то есть, который вот, как бы он начинался как там отдельный линтер, потом вы там у себя, в какой-то момент он появился уже непосредственно, нативная поддержка в IDE, то есть, там можно ему скромить конфиг, и уже именно сама IDE занимается тем, что непрерывно там мониторит, подсказывает тебе, где там какие ошибки, вот, расскажи вот про вот интеграцию таких штук, то есть, каких-то линтеров, там, не знаю, чекеров, бьютифайеров, прочей всякой приблуд, именно как в VDE-шку. Тут такой момент, с нашей точки зрения, вот как с точки зрения Java-разработчиков, Kotlin-разработчиков, это все не нужно, то есть, в Java-мире нет такой вещи, как линтеров, то есть, у них есть компиляторы, у них есть IDE, которые все умеют детектить и подсвечивают, и все работает хорошо, но внезапно оказалось, ну, внезапно для нас, что в JavaScript в мире все живут по другим правилам, что вот они все пользуются линтерами, и ты не сможешь убедить, что линтер тебе не нужен, что все эти вещи ты можешь покрыть просто там настройками IDE или чем-нибудь таким, своим собственным форматором в IDE. И нам просто в какой-то момент пришлось признать, что мы не можем противиться этому тренду, и нужно просто поддерживать все эти инструменты, которые есть. Поэтому изначально поддержка этих инструментов выглядит довольно примитивно. У нас есть встроенный механизм запуска внешних тасков на изменение файлов. Это файл-вотчеры, которые просто смотрят изменения на файлах, и после того, как изменения сохранились или не сохранились, я точно не помню, запускает внешний тул и получает из тула какую-то информацию, которую можно применить к редактору. Это базовая поддержка. Если появляется какой-то новый тул, первое, что мы сделаем, мы скажем пользователю, что вот можете сходить и настроить файл-вотчер, и у вас все будет работать. Ну, это такой самый простой вариант. Я, собственно, тоже там еще, не знаю, сколько лет назад, там CSS-комф был, еще какие-то такие штуки. То есть, просто внешний тул за, да, файл-вотч сработал, сказал, запусти тулзу на этот файлик, они тебе там его причешут или что-то с ним там сделают. Вот. Вот. Следующий этап, когда мы понимаем, что тул реально очень часто используется, есть очень много пользователей, которые пользуются этим тулом, и нужно делать какую-то нативную поддержку, чтобы она работала быстро. Потому что проблема файл-вотчеров, что они дают какую-то огромную задержку, там, вроде секунд десяти на то, чтобы подсветить какие-то ошибки или там применить все к файлу. Ну, там по-разному бывает, но там худший случай это секунды. Ну, там, или десятки секунд. Вот. А нативная поддержка, она может работать просто в десятки раз быстрее. И мы понимаем, что, допустим, нужно делать интеграцию с ESLIT-том. Сейчас интеграция выглядит таким образом. У нас есть некоторый Node.js-овский сервис, с которым мы общаемся, который постоянно поднят, и мы говорим, полиньте какой-то файл, он линтит файл и присылает нам информацию о том, что этот файл полинтился. Тем самым, собственно, мы решаем вопрос холодного запуска и вот этого всего, что сервис просто постоянно включен. И так сделано для тест-линта, ES-линта и там еще нескольких других интеграций. Понятно. Ну да, то есть запустили просто сервис и дальше с ним там под капотом оперативно общаетесь, потому что когда есть информация, что там пользователь, там, не знаю, вы же VDE-шки прям тут здесь и сейчас понимаете, что вот он печатает, вот он там написал слово и можно очень быстро отправить. Понятно. Хорошо. Хорошо. Интересно. Так, ну что, мы вроде эти какие-то темы обсудили. Расскажи, какие у вас там планы на ближайшее какое-то будущее, да, какие вот вы там думаете сделать и поддержать, реализовать интересные штуки. Может быть, какие-то там инсайты расскажешь, чем вы работаете сейчас. Ну, сейчас ситуация такая, что на рынке нет каких-то мега популярных фреймворков, которые мы хотели бы кинуться и поддерживать, нет каких-то новых языков, которые мы бы хотели кинуться и поддерживать прямо сейчас, и поэтому мы сейчас работаем в основном на повышение какого-то юзабилити, повышение качества существующих вещей, как я уже упоминал о добавлении интеграции с некоторыми дополнительными расширениями для какой-то технологии, ну, тот же UX, Nuxt, Redux. и так далее. Довольно много работы сейчас ведется для WSL, второй в частности, потому что, ну, это скорее то, что затрагивает вообще все языки, потому что это такое некоторое будущее, с которым мы будем вынуждены жить, поэтому очень много to love сейчас переписываются так, чтобы они могли работать с WSL2, дописываются какие-то вещи, ну, и всякие ремонтные вещи тоже сейчас, понятно, тренд, и мы делаем всякие интеграции, чтобы они гарантированно работали с, допустим, в случае JavaScript, с ремонт интерпретаторами, ну, и так далее. Это вот удаленная отладка, когда не локально здесь, а где-то куда-то подключиться, где-то там что-то делать, да, вот такие штуки. Да, да. Слушай, а вообще, как вот тебе кажется вот про развитие там, не знаю, системы JavaScript, в целом, что вот как-то наблюдается ли, ну, мне кажется, я свое мнение выскажу, интересно, твое будет послушать, что какой-то все же вот, ну, не то, что зрелость, конечно, сильно, но тем не менее некая стабильность такая наметилась. Действительно, если там раньше там вот фреймворки росли, умирали, можно было съездить в отпуск, за это время новый фреймворк родился, там облетел весь интернет и умер, а ты не заметил, да, то сейчас как-то некая такая, ну, какая-то стабильность, да, вот есть там эти React, View, Angular, там, ну, есть, да, там еще какие-то там свелты, еще что-то, безусловно, какие-то более мелкие, но тем не менее как-то немножко вот вся система в целом как-то стабилизировалась, там есть уже общепринятые там какие-то фреймворки для тестирования, не знаю, там, Mocha, Jest и прочее, и как-то вот, ну, большинство людей живут с ними и вот нету какого-то таких ярких каких-то вспышек, вот ты как все это воспринимаешь, ощущаешь? Да, да, это как раз тема, которую я думал затронуть, когда был в JS Underhood, но не дошло до этого, что действительно сейчас экосистема вышла в такую стадию стабильности, я бы сказал, потому что количество тулов, которые реально пользуют люди, уменьшилось до, там, я не знаю, десятка, то есть мы понимаем, что если человек пишет новый проект, скорее всего это будет веб-пак, один из популярных фреймворков, NPM-таски и, собственно, все. То есть инструменты развились до такой степени, что стали ненужны вот эти вот какие-то дополнительные дополнения, которые там занимались запуском конкретных задач, решали какие-то специфичные задачи вроде Бовера. То есть сейчас просто экосистема довольно стабильна и вот с нашей точки зрения это очень хорошо, потому что мы можем как раз направить все наши свободные силы не на поддержку каких-то новых фреймворков, которые непонятно выстрелят, не выстрелят, умрут, не умрут, а именно на повышение качества поддержки существующих решений. И это прям очень круто, новый взгляд. Да, мне тоже кажется, что вот текущая ситуация, она как нельзя на руку именно для таких, потому что одно дело, когда приходится все время бежать вперед паровоза, а вы как разработчики IDE вынуждены идти как бы поддерживать новый релиз, значит вы уже должны к моменту выхода нового релиза поддержать какие-то его фичи в том же самом TypeScript. И это, конечно же, как бы требует много сил и времени. А тут хорошо, что можно немножко вот так заняться стабилизацией, поддержкой, потому что, мне кажется, всегда есть вещи, задачи, которые там, где поддержать чего, где что доработать, где-то что-то недоделано, что-то улучшить. И вот в этом плане. Да, на самом деле к нам до сих пор приходят люди с требованием поддержать новый вышедший фреймворк, но мы понимаем, что, скорее всего, этот фреймворк не станет популярным в ближайшее время, поэтому мы можем откладывать эти задачи в долгий ящик. Есть некоторое количество технологий, которые, можно сказать, что уже выстрелили, заняли свою нишу, но у нас либо уже есть какое-то решение для этой технологии, либо мы работаем над этим и знаем, как решить эту проблему. В частности, вот со Svelte поддержкой, я уже сказал, что мы просто вложим некоторые количество наших ресурсов в том, чтобы улучшить текущую Svelte поддержку, которая есть в Open Source на фреймворке. Есть еще запрос на поддержку такой технологии, как MDX, но там у нас тоже есть идея, как это сделать, и это не требует очень много времени. А в плане остального, да, мы можем сфокусироваться на каких-то вещах, которые действительно нужны сейчас всем пользователям, то есть повысить юзабилити каких-то фич, то есть в последнее время мы вот как раз очень много ресурсов тратили именно на это, сделать так, чтобы какие-то наши рефакторинги работали более очевидным способом, сделать так, чтобы какие-то наши фичи, которые стали более видимы для пользователей, в частности, у нас появился ховер с документацией, то есть можно навести мышку на какой-то элемент, и будет документация вместе с сигнаторой, допустим, методом, сделать так, чтобы информация, которая была в этом поплате, была всегда актуальна, и была хорошо отрендерена, и так далее. И вот такие вещи, они требуют очень много времени, и их сложно делать, когда тебе нужно в ближайший месяц поддержать новый фрейворк, а когда у нас есть вот такая передышка, это прям то, что нужно делать. Ну и, соответственно, я так понимаю, у вас это внутри команды, оно в целом, и там ваш продукт-менеджер, она на это позитивно смотрит, и тоже как бы считает это вот таким хорошим сейчас как бы направлением вложения ваших сил и ресурсов. Да, да, мы понимаем, так я думаю, все понимают, что сейчас IDE переусложнена, то есть есть много вещей, которые можно сделать проще, есть огромное количество настроек, которые можно выпили, и так далее. Вообще, мы довольно часто обсуждаем, что идеальная конфигурация для пользователя выглядит так, что он скачивает новый проект, открывает его VDE, и у него все работает. То есть ему не нужно идти поднастраивать, включать линтеры и так далее. То есть у него все должно работать из коробки, и ему не нужно предпринимать никаких дополнительных усилий, чтобы поднастроить IDE. И, собственно, вот это то, к чему мы, наверное, стремимся, и то, над чем мы работаем в том числе. Слушай, мне кажется, тут вот такая стандартная вещь, развитие там IDE, любых каких-то таких инструментов, это когда ты, ну, у тебя там, условно говоря, вначале ничего нету, никаких фич, ничего, вот ты начинаешь, у тебя такой резкий взлет поддержки нового всего, ну, потому что столько всего нужно, 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 но в какой-то момент это набирается довольно-таки в гору и начинает немножко идти вниз. Опять почему? Потому что приходит вот это какое-то осознание, понимание, что так, а зачем мы добавили там новую галочку, если можно ее автоматом где-то под капотом включить, да, и выпилить, тем самым. Идет некий такой спад, ну, в том плане, что упрощение интерфейсов, упрощение настроек, потому что приходит какой-то опыт понимания, что действительно там это никто не пользуется по статистике, а какие-то вещи просто не нужны, потому что они под капотом как-то должны более неявным образом работать. Да, еще тренд, который сейчас есть, мы начинаем потихоньку деприкатить какие-то технологии и выносить их там в отдельные сторонние плагины, просто чтобы они не мешали с одной стороны, с другой стороны любой внешний, любой плагин, он так или иначе привносит какой-то дополнительный оверхед и на скорость работы, и на все-все-все. Ну и, кстати, тоже хорошее дело, когда действительно если вы там то же самое, то есть, не знаю, метеор, ну условно говоря, можно его вынести в отдельный плагин, если ты действительно поддерживаешь до сих пор в 2020 году проект на метеоре, но включи и пользуйся, а если он там большинству не нужен, я, например, тоже, знаешь, у меня вот такой паттерн, что я запускаю IDE-шку, когда первый раз, я иду в плагины и отключаю половину из даже забандленных плагинов, просто потому что у меня их в проекте нет, и они мне не нужны, а мне как бы не хочется, чтобы они просто висели в памяти, так сказать, вот накладывали какой-то минимальный overhead, да, но если у меня там нету, не знаю, там Angular, проект на Vue, ну зачем мне включенный поддержка Angular, она просто будет висеть, вот жалко, да, и поэтому выключаю, выключаю, хотя мне кажется, большинство пользователей просто они вот запустили, какой есть, такой есть, и ничего не меняют. Это, кстати, интересная тема тоже, мы потратили за последние два релиза очень много сил на то, чтобы сделать наши плагины динамическими. Динамический плагин в Vue подразумевает, что мы можем включить и выключить его без перезапуска Vue. То есть, просто идешь в настройки, включаешь плагин, нажимаешь ОК, и у тебя этот плагин работает. Собственно, после того, как мы перевели большинство плагинов вот на такую динамическую основу, следующий логичный шаг это отключение для проекта тех плагинов, которые проект не использует. Ну да, да, да. В частности, если у тебя Vue проект, зачем тебе плагин Angular? Его можно отключить просто, чтобы он не ел каких-то ресурсов. Да, логично. И это как раз тот следующий шаг, который мы рано или поздно сделаем. По-моему, сейчас он на 23 запланирован, но не знаю, как пойдет. Слушай, а, кстати, вот интересно, как ты относишься к такой, как сказать, теме, когда вот есть мысль, идея, что как бы, ну и какие-то такие разработчики, больше не знаю уж там, как бы опытные с возрастом, не знаю по каким причинам, я пока еще, видимо, не совсем до этой стадии дошел, что вот надо поставить инструмент, вот какой он есть и чтобы работать. Ну, условно говоря, я там люблю, не знаю, поменять цветовую тему, там еще что-то, да, а в какой-то момент люди такие, ну, слушай, вот мне надо, чтобы я инструмент поставил и он просто работал, не перенастраивать хотки, ничего вот как бы из коробки, что есть, то есть, тем самым там не пытаться ничего в нем менять. Вот интересно, как ты так относишься к такой теме. Не, ну, если говорить про идею, я ее очень сильно перенастраиваю, я убираю все панельки, которые там есть, убираю гаттеры с дополнительными иконками, потому что они, это все мне мешает, у меня просто текстовый редактор и темная тема, которая не стандартная, а dark purple. А, угу. то есть, она тоже наша, JetBrains'овская, но ее нужно явно скачивать и устанавливать. Вот, но есть огромное количество людей, которые действительно приходят и используют инструмент, как есть. И это как раз та причина, по которой мы стараемся постепенно поднастраивать какие-то дефолты так, чтобы пользоваться им было удобнее, чтобы они начинали замечать какие-то фичи, которые они до этого не видели, просто потому что, ну, поставил и работал с инструментом. В новом релизе оно уже включено и используется, условно говоря, чтобы не приходилось там куда-то что-то лазить, дополнительно включать. Да, 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 это вот тоже у нас есть такой проект повышения визиабилити каких-то фич, которые пользователь просто не видит. То есть, если он не знает о ней, он никогда и не узнает о ней. Наверное, это плохо, учитывая, что у нас есть довольно много таких фич, вроде рефакторингов, квикфиксов, каких-то еще вещей, темплейтов. И хочется, чтобы все-таки пользователи как-то узнавали об этих вещах. Слушай, да, это вот интересно, интересное такое вообще направление, скажем так. Вот у вас там есть какой-то технический писатель, который где-то там пишет блоги, посты, вот есть там ваши даже тестировщики, которые, наверное, тоже что-то могут такого подсказать. Да, вот интересно, как вы с точки зрения UI, UX анализируете, то есть сами как-то либо у вас, ну, откуда понимать, вот как это более там правильно сделать какие-то, есть какой-то человек, который понимает, как это работает, либо вот откуда вы берете эту информацию? Ну, в плане UI, UX, у нас есть команда, которая занимается UX. Если мы делаем какую-то вещь, связанную с UI, мы чаще всего приходим к людям там и говорим, что вот у нас есть такая задача, давайте обсудим, как решать. В частности, так, допустим, было вот с этой фичей, про которую я уже говорил, McVfix в сообщении об ошибке. Идея там в какой-то момент появилась, и я, в общем, пришел к UX-специалисту и говорил, что, типа, вот есть такая идея, давай подумаем, как это сделать так, чтобы было удобно пользователям. Ну, и спустя какое-то время UX-специалист говорит, давай сделаем вот так. Наверное, так будет удобно. Это у вас команда, в смысле, она просто в JetBrains, ну, которая просто UI, UX-ом там для всех, скажем так, занимается. Да, да, да. Собственно, они как раз довольно много сил в последнее время вложили на то, чтобы упростить какие-то настройки, переделать UI-табиков, переделать все иконки. В общем, очень-очень много работы делают они. Понятно. Поэтому если взять IDE года три назад и IDE сейчас, наверное, сейчас она выглядит гораздо лучше, чем тогда. Не-не, ну, молодцы в целом. Я в целом в очередной раз могу только сказать, что как бы я много лет, не знаю даже уже сколько, наверное, не вспомню, пользуюсь IDE-шками от JetBrains и, в принципе, считаю их на данный момент лучшими. То есть я в какой-то момент юзал тогда, что там было. Ну, Eclipse был, там, NetBeans, наверное. Ну, NetBeans как-то мимо меня так немножко прошел, я больше как-то на Eclipse сидел. Потом вот, собственно, и DE-шки, и DE-шки, всякие какие-то про- и DE-шки. И, да, до сих пор живу и, в принципе, пользуюсь. Вот. Так что, спасибо. УИКС. Есть еще интересная история. У нас есть фича, точнее, последние два релиза мы пытались сделать диалог коммита немодальным в Ede. То есть это задача со стороны version control. Идея такая, что сейчас, чтобы закоммитить и запущить изменения, у тебя появляется модальный диалог. То есть ты ничего больше не можешь делать в это время. Иногда это не очень удобно. И поэтому появилась такая идея, что давайте сделаем какое-то UX-решение, которое будет немодальным. И, собственно, зарелизили первую версию вот в прошлом релизе. Точнее, добавили ее в E-App, собрали некоторую статистику, нравится-нет людям. В релиз она не попала, она попала в отключенном виде. То же самое сделали с прошлым релизом, который 21. То есть переработали решение, добавили новый UI-UX, собрали некоторую статистику, снова выключили. Ну, точнее, по-моему, сейчас она включена только для новых пользователей. И, собственно, насколько я понимаю, работа не закончена, они будут продолжать тестировать и придумывать более удачные решения в этом плане. Интересно, интересно. Но это, правда, мимо меня, потому что я как-то всю жизнь работа с любыми системами контрольной версии у меня только из консоли. Я вот, сколько я себя не пытался заставить, ну, не то, что заставить, попробовать ни вот один инструмент кнопочки, вот это push, commit. Я когда смотрю, как у меня там другие разработчики нажимают кнопочку, там, знаешь, как это называется, слить ветку, думаю, боже, это что она сделает, мерч или pull, или вот что она это сделает? Он спросит первый раз. Ну, да, но, короче, для меня это немножко непонятно, поэтому у меня как бы всегда открыта консоль там по горячему хуткею, я еще, знаешь, со времен, там, не знаю, начала 2000-х в квейке как была вот эта выпадающая консоль, поэтому у меня вот кнопочка сверху, консоль выехала, я там git push, у меня горячие клавиши, единственное, для чего я использую какие-то визуальные средства работы с системой контрольной версии, это посмотреть лог, ну, потому что визуально граф, как бы, конечно, будет выглядеть красивее, чем в консоли, хотя есть такая штучка как TIG, я не знаю, слышал, то не слышал, это консольная такая утилитка, кошка там, она, ну, такой интерактивный менеджер, короче, по ГИТу, условно говоря, позволяет тебе там и график построить, посмотреть див, коммит, и вот это все, а, ну и див, и, конечно же, смотреть визуально там где-то удобно, в том же самом, там идеи, базара нет с этим, вот, а вот именно коммит, push, pull, merge, это у меня все-все в консоли, но, возможно, кому-то будет удобно, почему нет, поживем, увидим, собственно, потом кто-нибудь расскажет, прижилось оно или и как. Ну, я должен сказать, что я сам консолью пользовался очень много времени, но потом постепенно как-то вот пересел на IDE, и я бы сказал, что мне все нравится, то есть я, наверное, лет этак пять работал только из консоли, там, коммит, репейс и так далее, вот, но вот последние года три я пользуюсь IDE и не жалуюсь. Ну, тут, наверное, стоит сказать, что IDE просто предоставляет тебе какую-то дополнительную гарантию, что ты не сделаешь что-то плохое. Но это есть такое... Возможно, из-за этого стоит использовать. Да, возможно, есть такой момент, потому что, как минимум, она тебе показывает какие-то там, что у тебя в стейджинге, что ты конкретно закоммитишь, вот это все. Тут все-таки нужна некая в консоли, нужна некая ответственность именно разработчика. Я-то просто привык, что я перед любым гид-коммитом, у меня там гид сначала статус, чтобы увидеть, что войдет, что не войдет, но это уже просто выработалась привычка. А кто-то этого не делает, и они, знаешь, условно говоря, гид – это точка, когда все, что там попало, не попало, TMP, не TMP, вот это все фигню, и гид-пуш. Тут, конечно, в этом плане визуальные инструменты, они чуть более точечно это, так сказать, контролируемо делают, поэтому имеет смысл. Слушай, ну что, мне кажется, неплохо, мы так все обсудили, все темы, какие хотели, даже немножко подискутировали там о каких-то планах. Если есть в завершении чего добавить там слушателям, может быть, что-нибудь посоветуешь прочитать книжку, какую-нибудь еще полезную, интересную, то самое время. Я могу сказать только, что если вы пользуетесь какой-то IDE, то стоит почитать про те функции, которые есть, там посмотреть какие-то видяшки, в частности, про ту же идею, WebStorm, есть огромное количество видео на YouTube в формате Tips and Tricks, и посмотрев парочку, я думаю, что вы откроете для себя просто бесконечное количество новой информации и новых фич, которые вы будете использовать по системной работе. Так что изучайте свои инструменты и повысите свою продуктивность. Да, используйте их на полную катушку. Слушай, ну, хорошая точка. Спасибо тебе, Андрей, что пришел в гости, было очень интересно. Спасибо, что позвал. Друзья, а вам, как обычно, пожелаю писать ваши комментарии, замечания, пожелания, предложения. Любой фидбэк, он всегда важен и очень приветствуется всеми нами. поддерживайте подкаст на Патреоне и до новых встреч. Всем пока-пока. Всем пока.